Шесть экономистов автономии награждены почетной грамотой Башкана и Народного собрания, а двоим присвоено почетное звание заслуженного экономиста Гагаузии по случаю профессионального праздника, который работники данной сферы отмечали 26 сентября. Торжественная церемония состоялась в среду 1 октября в Большом зале исполкома и Народного собрания Гагаузии. Башкан в своей поздравительной речи к лучшим экономистам автономии отметил, что успех любого предприятия, организации или учреждения зависит именно от их профессиональной деятельности. Михаил Формузал особенно подчеркнул роль Камрадского государственного университета в подготовке высокопрофессиональных кадров в области экономики. Многие его выпускники являются сотрудниками Управления экономического развития автономии, где наряду с реализацией принятых программ ведется работа по накоплению, анализу, прогнозированию и систематизации большого объема информации. «Экономика любит тихую, спокойную, планомерную работу с учетом всех рисков, которые есть на рынках внешних, всех угроз, которые могут быть для нас. Мы самые первые в Молдове, вот о чем говорит экономический потенциал экономистов, именно аналитики Гагаузии, мы самые первые в Молдове в январе заявили о том, что мы будем испытывать большие сложности с бюджетом из-за событий на Украине. Тогда у нас смотрели, как что там мелят эти Гагаузы, что там они понимают, что там соображают. А мы еще в январе сказали, что мы столкнемся с последствиями кризиса на Украине, и это потянет нас назад. Так и получилось. А там победные реляции. Идем в Европу, и там все будет хорошо, надо будет кормить декларм. Но, слава Богу, мы рассчитываем на собственные силы, энергию, стараемся мобилизовать всех и вместе работать». Гагаузии поблагодарил экономистов за высокий профессионализм и труд во благо автономии, пожелав крепкого здоровья и успеха в дальнейшей деятельности. Почетной грамотой Башкана и Народного собрания награждены директор филиала Финкомбанк Камрад Валентина Тодорова, ветеран труда Главного управления экономического развития торговли и сферы услуг Мария Балакирева, главный бухгалтер кангасского предприятия Кафадар Павел Гирба и трое экономистов Управления статистики. В Камраде Екатерина Кисеева, в Чедерлунге, Проскове, Мартынюк, в Бухганештах Оксана Гайдаржи. Почетной грамотой Башкана и Народного собрания также удостоился Камрадский государственный университет за большой вклад в дело подготовки высокопрофессиональных кадров для экономики Гагаузии и Республики Молдова, участие в разработке программ развития отраслей экономики, продвижения инноваций. Звание «Заслуженный экономист Гагаузии» присвоено начальнику Главного управления экономического развития торговли и сферы услуг Виталию Кюркчу и доктору экономических наук доцентру кафедры экономики КГУ Марии Карам. Поблагодарить моих бывших коллег, присутствующих здесь, и Проскове Георгиевне, и Людмиле Николаевне, и Виталия Ивановича, за их труд. Это очень большой труд. И всех моих коллег с праздником. Желаю здоровья вам, счастья, и любите свою работу. И вам спасибо огромное, что вы помните нас и вспомнили нас. Спасибо. В 2006 году, когда я предложил должность начальнику управления экономики Виталию Ивановичу, молодой, энергичный, мы в Гагаузии имели 18 тысяч гектаров не вспаханной земли. Мы имели кучу проблем. Сложный был период после того, как Россия вела определенные барьеры в результате политических ошибок. Мы попали в очень сложную ситуацию. В 2007 год эта засуха была сильнейшая. И несмотря на все сложности, мы смогли все эти трудности пройти. Сегодня вы в Гагаузии клочка земли не обработанного не найдете. Сегодня мы увеличили в два раза экспорт продукции из Гагаузии за эти семь лет. Это впечатляющие результаты. И все отмечают, что инвестиционная привлекательность Гагаузии значительно выше, чем в других местах. Экономические агенты из Кишинева меняют юридический адрес Гагаузии. Здесь созданы условия. Здесь никто никого не давит, не преследует. Здесь чистый прагматизм. То, что выгодно бюджету, населению, экономическому агенту, поддерживается и поощряется. Очень много полезных инициатив было со стороны управления экономики. Мы уже в этом году будем проводить третий международный экономический форум Гагаузии. А это требует значительных сил, энергии, труда. Коллектив работает очень часто. Я ставлю и неплановые задачи. И этот коллектив и субботы, и воскресенье работает, готовит всю эту информацию. Огромное количество семинаров, конференций, в которых принимали участие специалисты управления экономики. И самое главное – отзыв. Отзыв дипломатических миссий, министерств, других стран, регионов, с которыми мы сотрудничаем. И все подчеркивают вас – очень хорошие, сильные, подготовленные кадры в области экономики, по привлечению инвестиций. Это, конечно, коллективный труд. И, естественно, труд большой Виталия Ивановича Кюрчева, начальника главного управления экономики Гагаузии. Давайте мы его поздравим. Пожелаем им вам здоровья. Хотел бы поблагодарить за эту оценку. Хотел бы, прежде всего, сказать, что те результаты, которые мы достигли, невозможно, конечно, без вклада сотрудников управления. Хочу также поблагодарить их в очередной раз, потому что я постоянно, при любой возможности, это делаю. Так как только от сплоченного труда, от понимания тех целей и задач, которые мы решаем, возможны эти результаты и в сфере изменения законодательства Гагаузии, и в разработке и реализации целевых программ автономии. Ну и, конечно, той ежедневной, рутинной работы, которую делают экономисты. Правильно отметили, что труд экономиста не виден, трудно его сразу пощупать и ощутить физически, но он ощущается, может быть, даже через некоторый период времени, так построена экономика, что экономические циклы закладываются, например, сегодня, а ощущаются через 3-5 лет. Поэтому спасибо очередной раз хочу сказать всем сотрудникам. Эта награда – это наш общий коллективный результат. Спасибо.